Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и я надеюсь, что у вас сегодня офигенное настроение, потому что сейчас оно станет еще лучше, ведь разработчик Супер Ворлд Бокса продолжает нас радовать масштабными и очень крутыми обновлениями. Мы сегодня на них с вами посмотрим, и если вам понравится этот ролик, или вы захотите меня поддержать, или, например, больше увидеть роликов по Супер Ворлд Боксу, вы можете это сделать с помощью лайков, это офигенно помогает развитию канала. Итак, друзья, на первый взгляд это обновление ничего не добавило, но при этом оно изменило уже то, что мы имели до этого обновления, а именно, ладно, я не буду спойлерить, давайте все сделаем красиво, мы назначим несколько мест, на которых будут жить разные народы, скоро вы поймете, для чего это будет сделано. Для начала парочка эльфов, так, пауза, ну, не знаю, да пауза, подожди, сколько там эльфов, я не знаю, ну, допустим, вот так накидаем, чисто рандомно. Тут у нас будут жить двуарфы, кони, или орки, давайте орков. Я лично не видел, как изменились орки, сейчас мы вместе с вами посмотрим. Внешне, да никак они не изменились, но сами орки не изменились, изменилось кое-что другое. Блин, и мне нужен еще один большой остров, чтобы на нем было дофига места. Давайте вот здесь будет место, здесь можно будет жить. Итак, деревья я туда накидаю, еще разве что вот так. Да, все, лес. Тут у нас будут жить люди, конечно, нам люди нужны, все любят людей, люди прекрасны, и остаются только двуарфы. Дуарфы у меня будут тусоваться, например, в этом месте. Отлично. И давайте просто нажимать play, и с первых секунд вы заметите те изменения, которые произошли. Я думаю, первые нам покажут изменения эльфы. Они начинают быстро развиваться, рубить деревья, и вы посмотрите, как выглядит теперь костер. Костер, а? А, ну мощно же! Это не костер просто. Это настоящее кострище, похоже на какой-то жертвенный алтарь, куда эльфы будут сбрасывать двуарфов и орков. Ну и людей тоже. Выглядит очень круто. Как выглядит костер у других народов? Ну, в принципе, точно так же, да? Костер у всех одинаковый, как было раньше, так оно и осталось. Так, но зато посмотрите, что тут у нас. А, это огонь. А, я думал, это просто... Это двуарф за огнем, ничего такого. Так, что у нас тут? Тоже идет строительство, какое-то минимальное развитие. Что у нас делают люди? Люди просто разбегаются по разным сторонам, они создают целых два поселения. Так, первое здание эльфов, оно тоже не отличается, а вот остальные, как раз таки, здания, будут иметь совершенно другой внешний вид. Так, во! Посмотрите, как выглядит здание орков теперь. По-моему, прикольно. Была палатка, а теперь это настоящее... Я не знаю, что это. Это похоже на какой-то шатер монгольский, честно говоря. Оно выглядит прикольно. Так же, смотрите-ка, тут какая-то штука валяется. Это цветок, что ли? Таких цветов раньше я не замечал. Так, появляется еще одно здание новое, красивое. Что у нас у двуарфов? У двуарфов дома тоже изменили внешний вид. Не сильно, но все-таки изменили. Это здорово. Плюс, друзья, пока не занимаются строительством, мы с вами можем увидеть королей этого мира. Правда, пока еще в мире нет королей, что занимательно. Когда короли появятся, мы сможем их наблюдать. И еще одно важное изменение. Теперь различные города одной и той же расы будут по-разному выглядеть. Здесь у нас такие голубоватенькие люди, да, сиреневенькие, фиолетевенькие. Здесь прямо жестко фиолетовые. И как смачно смотрятся дома. Можно будет чисто визуально, без всяких активирований и функций, увидеть, где кто живет. И это офигенно здорово. Это реально... Вау! Вы посмотрите на эти дома эльфов. Они больше не живут в стволе большого дерева. Они живут в стволе еще большего дерева. Ну, классно смотрится. А на крыше красуются какие-то цветочки, деревья маленькие. Блин, класс. Офигеть. Так, люди пока ничего нового не построили. Но по цвету они уже отличаются. Что у нас у орков? Ну, пока только одного типа. Хотя нет, смотрите-ка, это уже улучшенные дома. Вот так они выглядят. И на входе то ли это рог какой-то над дверью висит, то ли это труба. Не понятненько, что у нас у дварфов. Ну, дварфы как-то... Ну, не знаю, уныло что ли смотрятся. Ну, как бы прикольно, но что-то как-то... Нету у них какого-то вот дварфийского колорита, который был раньше. Но цвета опять же отличаются. Выбирают они что-то такое, близкое к красному. А это прям темные дварфы. Кровавые. Здорово. Так что люди нового нам подкинут, пока ничего. Давайте быстренько пробежимся по функциям и посмотрим, может быть, что-то еще появилось. Такого интересного. Правила. Мировые законы. Теперь у них есть иконка. Хотя никаких новых мировых законов я, в общем-то, не заметил. Но мне очень нравится вот этот волчара, который напротив дружелюбных монстров смотрится прикольно. Избранные. Ну, это понятно. Ничего такого. История мира. Прикольненько. Осмотреть статистика вашего мира. Тут все по-прежнему. Ну, давайте заглянем мы вот сюда. Тоже как бы ничего не замечаю. Может быть, здесь. Важные события. Можно активировать вот эту штуку. И теперь важные события будут отображаться слева сверху. Хотя, по-моему, это раньше было. Просто я никогда не использовал эту функцию. И ладно, давайте посмотрим на королей. Да, в мире появились короли. И даже что-то типа принцев. Вот это что? Это принц, принцесса, сын короля. Появились эмодзи. Появилась любимая еда. Можно найти на карте и проследить за ним. Полностью за жизнью этого человека. А если его кто-то убьет, то камера автоматически переключится на убийцу. Ну, похоже, он теперь сидит... А нет, он не сидит дома. Ну, круто. Только что это? Почему он такой? Может быть... Это королева, друзья? Наверное, это королева. Дом Чигова. Королевство Ядодран. Военное дело так себе. Управление. Навыки управления. Прикольно. Навыки военного дела тоже здорово. Любимая еда хлеб. Ну, почему бы и нет. А вот король. А? Смачно выглядит. Золотой цепью. Золотым поясом. Возраст 35 лет. С военным делом у него тоже дела так себе обстоят. Зато вот у этого человека, у Ахи, у него и навыки управления больше. Любимые фрукты это ягоды. Любимая еда. Военное дело. Дипломатия. Здорово, здорово, здорово. Тут какие-то разные короли есть. Правда, пока его не видно. А можно его прямо? Да, можно. А это королевство. Именно человека выделить издалека не получится. Так, а что у нас орочий король? Точнее, эльфийский тут делает. Он у нас параноик. Всего боится. Любит сидор, зато кое-что понимает в военном деле. Для короля это неплохо. Тип личности дипломат. Но при этом он знаком с военным делом. Здорово. Так, что у нас у орков? Какие-то разноцветные короли. Кто-то более зеленый, кто-то более желтый. Это король, да. Король орков. Он любит чай. Любимая еда чай. Но почему-то здесь я не вижу пункта король. Если бы я просто рандомно его выбрал, я бы даже не понял, король это или не король. Интересно. Здание. Вот это офигенное здание. Такие прям мощные бараки. Плюс никогда не нападет первым. Маленькая черепашка-ниндзя, блин. Так, ну классно. Бараки выглядят тоже с какими-то бивнями на крыше. Мощно, массивно, смачно. Цвета. Ну, опять же, орки выбирают что-то такое желто-зеленое, да, оттенки. Дварфы у нас тут. Ну, дварфы как-то совсем похожи на людей. Вот что-то мне не нравится. Вот мне не нравится, как выглядят дварфы. Зато есть у них король. Вот он. Аснодум. Конечно, он любит эль. А что еще любят дварфы? Конечно, они любят горячительные напитки, да, чтобы погорячее. Вот люди. Вот дварфы. Они одинаково почти выглядят. Что за дела? Оп. Бараки. Тоже внешний вид имеют нобы. Может быть. А что это за щит? Амбициозный. Хочет стать королем. А почему у него над головой щит? Что бы это значило? Может быть, это телохранитель короля? Настроение нейтральное. Ягоды. Тип личности здесь не указан. Почему у него над головой щит? Забавно. Ни у кого другого над головой щитов я не видел. Оп. Вот это огромная эльфийская ратуша. Прям настоящая крепость. Тоже выглядит офигительно. Мне прям нравится. Курочка. Тут бегает курочка. Маленькая артот. Скорость атаки, но военного дела у нее нет. Давайте выберем королевство. Граница королевств. Они пока между собой не сражаются. Да здравствует король Диградум из королевства Мул Эбрагим Стоунс. Эбгарим Стоунс. Королевство Ибрагимов. Короче, можно их так называть и нормально. Но, опять же, пока они развиваются. Давайте пробежимся по другим существам. И я не вижу. Я не вижу здесь изменений и добавлений. Ну, хотя от одного обновления ждать кучу всего тоже было бы странно. Лучше, пускай обновления появляются чаще, но в них будет поменьше контента. Тогда каждый раз мы сможем что-то новое видеть. Королевство Сува оф Сан было уничтожено. Похоже, это произошло... Здесь... Где это произошло? Это у эльфов было королевство? Это у людей было королевство, отличающееся по цвету. Так. А это, оказывается, были не бараки. Вот это по центру. Вот они. Это просто ратуша. Вот бараки. Даже внутри можно увидеть тренировочный манекен красного цвета с белой головой. Шахты, интересно, будут отличаться по внешнему виду или нет? Нет, шахты остаются прежними. У эльфов бараки бросаются в глаза за счет того, что над ними красуется два перекрещенных между собой меча. Классно. Оп, цитадель еще больше развилась. Королевство Загнанхорд было уничтожено. Королевство Болгидор Балдерс объявило войну Голгадор. Здесь идет война. Где-то тут. Это ж одно из этих королевств. Ну, блин, вот эти оттенки, их можно легко спутать. Король Тор Херела из королевства Галагор был забит до смерти. А с надумом. Ха, прикольно. Ну, это прикольно. Если создавать какой-то мир прямо, то это будет здорово. Если все это перенести в наше метро, может быть весьма интересно. Со всеми этими событиями даже мне не нужно будет ничего комментировать. Просто смотришь налево сверху и все. Так, ну, корабли, по-моему, выглядят точно так же. Да. Корабли внешне не изменились. Зато поведение жителей поменялось. Ну, верфи точно такие же. Эльфы даже пока и не думают строить верфь. Дварфы тоже почему-то не хотят исследовать мир. Только орки и люди этим занимаются. Вот это что за офигительное здание. Посмотрите. Это какая-то арена. Потому что я вижу купол вокруг. Она огорожена огромными бивнями. Это череп. Это арена. Это настоящая. Блин, арена. Это круто. Вау. Просто вау. Очень классно. А короли продолжают гибнуть один за одним. Давайте, может быть, мы немного ускорим течение времени, чтобы увидеть еще какие-нибудь нововведения, изменения. Давайте-ка мы это и сделаем. О, фаспаун мне не нужен. Мне нужен просто вот так. А что за графия? А, это графики, фпс и остальное. Ладно, это нам ни к чему. Пускай они развиваются. Орки, между прочим, приплыли на остров эльфов. Занятно. Ну, иконки сверху можно наблюдать. Ой, точнее, на карте. Что это я говорю сверху? Ну, они, в принципе, сверху и снизу есть в центре. Так, мир наступил. Хочу, чтобы развивались быстрее, быстрее, быстрее города. Так, что-то вижу. Опа, смотрите, еще одно новое красивое здание. Ну, это, наверное, просто улучшенная цитадель. Обычные здания людей тоже смотрятся классно. Что у нас у эльфов? Может быть, народы научатся переходить и на новую эпоху? Было бы очень офигенно. А еще, вот что, друзья. Что это за здание? Похоже на огромное яблоко, в котором кто-то может жить. Особенно издалека это хорошо видно. А вот вблизи уже не так похоже на яблоко. Но, тем не менее, странное здание с непонятным назначением. Я даже выбрать никак не могу и посмотреть, что это за здание. Жалко, не хватает этой возможности. Безумно не хватает. Тут у эльфов уже появляются каменно-деревянные дома. Здорово. Смотрите-ка, на остров приплыли люди. Молодцы, занимаются исследованиями. Ну, у людей больше никаких построек новых нет. Корабли выглядят точно так же. Хорошо, мы не смотрели еще на дварфов. У них крепость была одна разрушена. Даже как-то печально. Она сделана из камня. Ну и внешний вид. Друзья, напишите, как вам дома и вообще мир дварфов? Прикольненько. Ну, что-то как-то... Вот обычные стандартные дома, улучшенные. Вот эти. Мне, в принципе, нравятся. Симпатично. Что-то в этом есть. Но в остальном... Так, а что по характеристикам? 12 военное дело. Управление. Неудобные доспехи. Толстые. И что-то с настроением у него плохо. Он не пьет чай. Но где брать чай, если в игре... Ну, наверное, появились ресурсы такие, как чай. Занятно, на самом деле. Опять вот эти триеры, блин. Дворфийские. Маяк огромный. Похоже на Александрийский. Почему он у дворфов есть, не знаю. Было бы круто, если бы дворфы перемещались под землей. Они ведь любители порыть тоннели. И посоздавать что-то подземное. Вот все бы использовали корабли, а дворфы именно строили бы тоннели. Прикиньте, это же была бы классная идея. Еще одно здание. С непонятным назначением. Вот это огромное с бивнями. И вот арена. Ну, это, наверное, что-то типа крепости. Тут еще какое-то здание, похожее на ферму. Потому что справа от него есть маленький тазик с чем-то зеленым внутри. Какое-то хрючево для свиней. Здорово. О, еще классное здание. Блин. Орки самые стильные, мне кажется. Вот прям очень мне нравится, как они выглядят. Ладно. Продолжаем развиваться. Посмотрим, что будет еще через пару сотен лет. Ну, или через пару десятков лет. Не хватает еще звука в каких-нибудь игре. У меня постоянно в игре нет звука. Почему нет звука? Нет звука. Полный экран эксперимент. А что за экспериментальный режим? А, модификации могут сделать игру нестабильной. Будьте осторожны. Угу. Прикольно. Виньетка. Ну, виньетка это вот эта... Тьма по сторонам. Я ее убираю всегда. Звука нет. Звука сражений и прочего. Пипец, как сильно его не хватает. Салют слышно, а звуков нет. Продолжаются битвы. Друг с другом, с кем-то другим. Блин, как же это классно выглядит. Офигеть. У Масима смотрится шикарно. Фиолетовый город. Дайте-ка я сделаю скрин. Сделал, друзья, скриншот для превьюшки. Ну, потому что выглядит реально офигительно. Я не мог просто устоять. Прям фиолетовый цвет самый классный. Еще и как город построен, его архитектура. Посмотрите, какой офигенный у них замок. Сверху какой-то то ли крест, то ли орел над входом. А по центру фонтан с огромным золотым слитком. Здорово. О, война идет полным ходом. Стоп, давайте-ка мы выключим суперскорость игры. А что это за процент? А что это за процент? А что это за процент? Слушайте, это не щит, это знамя. Они таскают с собой знамя. Круто. Но что это был за процент? Что это за процент? Это процент захвата, процент здоровья здания. Процент захвата, наверное. Блин, прикольно. Я не знаю, что это за процент. Остается только догадываться. Либо процент здоровья здания, либо... Потому что оно возле зданий появляется. Либо процент захвата города. Это процент захвата города, да. А от чего это зависит? Как происходит захват города? Интересно. Очень интересно. У орчьего короля почему-то два. Сына, две дочки. Или кто это такие? Две принцессы. Что это за маленькая корона? Это принц, принцесса, жена. У орков может быть две жены. А, тут два короля. Поэтому у них две жены. Прикольно. Вот что. Цвета очень похожи. Очень сильно похожи. Эльфы, похоже, перестали развиваться. Ну и те здания, которые есть, классные. Классные орков. Хотя... У орков тут больше всего проблем. Ой, у дварфов. Хотя вот эта постройка центральная мне нравится. Красивая, симпатичная. А цитадель осталась, по-моему, точно такой же, какой и было раньше. Вроде как. Ну или она безумно сильно похожая. Еще одно знамя. У орки разбомбили дварфов. Такое разве возможно? Возможно. Когда дварфы сражались друг с другом, у них были большие войска. Мы могли это наблюдать. Но они почему-то решили убивать друг друга. И пришли орки. Полностью разрушили город. Корабли отступают к другому городу. Жаль, что на кораблях нету каких-нибудь мощных орудий корабельных. Типа, не знаю. Может, баллиста какая-нибудь, катапульта, требушет. Ну, требушет было бы... Хотя, небольшой требушет можно было бы поставить. А если были корабельные пушки, можно было бы прямо с берега обстреливать города. Вау. Вот это прям вау. Но дварфы не отчаиваются. Они еще могут выжить. Хотя... А что их войско стоит в стороне? В то время, пока крестьян просто избивают. Войско стоит в стороне. Особенно вот этот чувак с огромным молотом. Каким-то мифриловым на картинке. Но на самом деле это просто железный молот. Стоит, смотрит что-то, как его истребляют. Здорово. Здорово. Ему здорово. Ему нравится. Бараки стали еще круче с перекрещенными мечами. Вроде как прокачались. Классневский. Но больше всего мне нравится город людей. Он крутой. Вот что-то такое... Где-то, может быть, 16-й век. Вот так вот. 17-й визуально. Очень круто. Очень приятно. Захватывают новые земли. Интересно. Ну, это королевство людей и отступников. Оно тоже пытается найти свое место под солнцем. Дварфы сделали примерно то же самое. Они быстро эвакуировались на новый остров. Когда им начала угрожать экспансия орков. И орки теперь будут строить свои дома на землях дварфов. Дварфы зажаты на маленьком клочке земли. С ограниченным количеством ресурсов. С ограниченным количеством деревьев. У них есть войско. Они могли бы собрать его в кулак. И пойти отвоевать свои земли. Вряд ли бы орки стали бы быстро реагировать. Да и войска как такового у орков нет. Тут обычные крестьяне. Либо войск у орков куда-то поплыло сражаться. Либо они его просто не строили. И потеряли во время войны с дварфами. Может быть как так, так и этак. Ха, здесь люди неплохо так отстроились. Просто шикарно. Че тут у нас такого интересного? Так, ладно, посмотрим на королей. Че-то короля я не вижу. Вот король. Король орков должен быть довольно мощным парнем. Он где-то здесь скрывается. Погоди, он же был... Да, он здесь. Вот он король. Ох, рот. 53 года. Любит хлеб. Доспехи так себе. Ну, разве что железный элегантный доспех. Обладает неплохими характеристиками. Но в остальном так себе. А как выглядит король дварфов? Это какой-то еще дед. Вот он дед. Старый. А, ему 18 лет. Уже борода есть. До пояса. Блин. Че-то они хренового короля себе какого-то выбрали. 18-летнего какого-то школьника, блин. Ну, или студента. Да, раньше были времена, когда королями становились в очень юном возрасте. И не всегда юные короли находили мудрые способы управления королевством. Хотя и это не исключалось. В общем, я бы не стал делать юного 18-летнего парня королем дварфов. Не стал бы. Тут все-таки нужен какой-то опыт жизненный. И знания. Но в королевской семье с ранних лет начинали людей пичкать большим количеством знаний. Нанимали самых лучших преподавателей. И получали члены королевской семьи самое лучшее образование, которое только можно было получить в те времена. Поэтому в теории 18-летний парень тоже может быть королем. И знаний у него может хватать. Но опять же опыт, друзья. В управлении королевством очень важен опыт. Мне кажется. Так, идет захват. Друзья, идет захват. Офигеть, захватили. Людей захватили. Да, это захват. Теперь я уверен в этом на 234%. До этого не был уверен. Люди молодцы. У Масина разбиваются. Молодцы. Так, а тут у нас что? Дварфы все-таки сделали это. Они освободили земли. Но оно и неудивительно. У них мощное войско. Немногочисленное, зато очень экипированное и хорошо обученное. Здорово. Они даже могли бы... Тут эльфы. А что тут делают эльфы? Откуда тут эльфы? Ну, окей, это будет такая буферная зона между дварфами и орками. Ха, забавно, забавно. Не ожидал здесь увидеть эльфов, но тем не менее увидел. А эльфийский король вообще на корабле сидит. Офигеть. А что он на корабль-то сел? Ха, просто решил поплавать. Ну, пускай плавает. Люди собирают войска. Да, но у них в основном деревянные щиты, какие-то луки. Они любят голод. У них военное дело не вкачано. Но им нужно исследовать новые земли. Им нужно на кораблях плыть куда-то. Захватывать, воевать. У них такое население. Пускай объединятся и захватят остров эльфов. А они ведь их в пух и прах должны разбить. Просто за счет количества. Пускай они захватят вот это королевство. Пускай оно и дружественное на данном этапе. Но в любой момент они могут сами начать восстание. Так что дело тут такое. Ну, а эльфы, как высадились на новую землю, начали просто люто плодиться. Безостановочно. Максимальное оплодотворение друг друга. Выращивание новых юных эльфов где-то глубоко под землей в инкубаторах. И в итоге они просто съедят всю еду на этой земле. Вырубят все деревья, соберут все камни. И станут лидерами даже тут. Хотя они пока еще нигде не лидеры. Дварфы, давайте. Вы огорчаете Александра. Давайте устроите войну. Ладенько, давайте пропустим еще какое-то количество времени. И посмотрим на архитектуру чуть позже. А как события быстро бегут, друзья, обратите внимание. Прям супер быстро. Ну ладно, еще немного пропустили времени, но я сомневаюсь, что что-то новое появится. Опа! У эльфов появилось чудо света. Какое-то розово-красное дерево мудрости. Блин, смотрится тоже офигительно. Вот это офигительная постройка. Тут у людей есть что-то похожее. А, у людей война. Чигова решили захватить вот этот город. Не ожидал, я думал фиолетовый. А, тут тоже непонятки. Все, королевство фиолетовых уничтожено. Осталось только вот это. Хифедран. Ну, скоро и их захватят. Так, получается, у людей никаких таких мега-построек фонтан. Наверное, у эльфов дерево, у людей фонтан. Здесь пока ничего, что у орков, дворфов какой-то... А, это просто золотой дворец, но это не то. Это не чудо света. У орков должно быть чудо света. Возможно, арена и является чудом света. Просто у каждого свои интересы, свои приоритеты. Ну, понятно. На этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Обнова действительно крутая. Еще не все механики мы с вами увидели. Они будут проявляться только по ходу игры. Их можно будет замечать. Но главное, это переработка внешнего вида раз. Здорово. Мне нравится. До новых встреч. Удачи. Пока. Счастья вам. И удачи!